Друзья, привет! Вы узнаете эту коробочку? Вот этот пластиковый бокс? Да-да, вы угадали! Пустые банки вновь на моем канале Потому что закончился месяц Октябрь, наступает ноябрь И надо огласить Все то, что у меня закончилось Я сначала подумала, что у меня Очень мало наберется Но вот как видите, уже сверху Коробки уже даже поставила бутылки Потому что они уже туда не вмещались И кстати Вот насчет вот этой бутылочки Силит Бенго Скажу сразу Муж, когда Израсходовал ее, говорит Мне куда в мусорное ведро ее бросать Я говорю, ни в коем случае Все только в пустые банки Итак, поехали Сегодня немного изменю порядок Рассказа о пустых банках И начать хочу с мужской Серии А именно Аж с четырех мужских дезодорантов Начну с дезодоранта Акс У меня у мужа закончились Аж три флакона Не подумайте, что Знаете, за один месяц Как-то вот так вот Он их израсходовал Нет, просто Он у меня иногда пользуется Несколькими дезодорантами В течение Нескольких месяцев Одновременно И поэтому Вот наконец-таки В октябре месяце Можно огласить Все то, что касается дезодоранта Акс И какой же из них лучший И что выбрать для мужчин Три дезодоранта Акс закончились Это Акс Шифт Акс Иксайд И Акс Против белых пятен Скажу сразу о последнем Против белых пятен Он, конечно, запах сладковатый Но не скажу, что он уж очень-таки Замечательно маскирует запах пота Вот об этих двух дезодорантах Шифт и Иксайд Хочу сказать, что запахи приятные Вообще в целом у линейки дезодоранта Акс Запахи все-таки приятные Они не раздражают Они не вызывают какого-то отвращения Но вот эти дезодоранты Они идут просто как дезодоранты-спреи Они не антиперспиранты И поэтому особо маскировать запах пота Если все-таки ваш мужчина сильно потеет Они не будут Но упомяну Все же, раз уж я рассказываю О линейке дезодорантов Акс Что для тех, кто любит что-то посильнее Поядреннее Ищите на полках своих магазинов Дезодоранты Акс С названием Аппола Вот этот дезодорант действительно будет защищать вас Запах приятный, свежий То есть он, мне кажется, оправдывает себя Как дезодорант-антиперспирант на 100% Ну а чтобы не прогадать И действительно, знаете, не попасть в просак В какую-то неприятную ситуацию Я порекомендую все же Обратитесь к Гарнье Мэн Вот он защитит вас на 100% Ну если и не на 100% То по крайней мере процентов на 80% Это точно На этот раз у мужа закончился дезодорант Серии Гарнье Мэн Минерал 72 часа термозащита Вот в таком вот флаконе Активный контроль Могу сказать, что вся линейка этих дезодорантов Неплохая Думаю, что вы не пожалеете Прима о чистящих и моющих средствах Во-первых, закончился кондиционер Е О нем не буду долго говорить Это Сенситив Для чувствительной кожи Я использую и для детского И для взрослого белья Закончились аж три средства Силит Бэнк Во-первых, это антиналет плюс блеск Мощное средство Ну не знаю, насколько оно мощное По мне так вполне обыденное Я использовала это средство Для мытья раковины Меня вполне устраивало Вот это средство Силит Бэнк От налета и грязи Как вы можете видеть Оно удаляет и мыльные разводы И грязь Я использовала его для чистки унитаза Да впрочем и для раковины тоже оно вполне подходит А вот это вот бело-фиолетовый флакон Силит Бэнк антипятна плюс гигиена Знаете, заметили недавно вот такой вот конфуз В ванной комнате зашли И такой запах как будто бы Простите, общественный туалет У нас бывают такие проблемы Видимо в трубах что-то происходит То есть это сама труба Вот источает такой запах Поэтому муж у меня Знаете, что сделал? Как мы сказали Он свернул голову этому триггеру И просто мы этот флакон залили в трубы В ванной комнате Постояло немного Мы не пользовались водой Чтобы это все впиталось Знаете, нам помогло То есть для прочистки труб Хотя бы не от засоров А от запаха Вполне можно использовать Закончилось моющее средство Для мытья посуды Я родился Я беру в основном теперь Для детской посуды Чтобы подходил Так как вовремя не заказала Фаберлик Воспользовалась Вот этой вот серией Закончился порошок Дося Колор Мы не используем этот порошок Для стирки обычной одежды Зачастую этот порошок У нас используется Для стирки Жениной униформы По работе Но для тех Кто все же прикупит Такой порошок Посоветую Запустите все же Для подстраховки Дополнительное полоскание В октябре месяце Я использовала Для стирки Цветной черной одежды Ласку Жидкий вариант Это был эффект Восстановления черного 3D Ой, ну конечно Название так название Загнули мне кажется Немножечко так приврали Уж какой там 3D Но по крайней мере Знаете Выедание цвета Из одежды Я не замечала Друзья Я изменила Сама себе На этот раз Я еще использовала В октябре месяце Абсолютно другой Гель для душа Не Эйвон Очень захотелось Немножечко Разнообразить Все таки Серию Моих гелей для душа Я решила Воспользоваться Лепетимер Селье Белый персик И нектарин Мне очень нравится Гель для душа И тем более Когда я вижу В пятерочке Проходит акция На эти гели Я всегда себе Прикупаю А также Как всегда Как всегда Эйвон На этот раз Это был живописный Тоскана Гель для душа С оливой Упомяну сразу Для тех Кто любит Запах оливы Я думаю Что этот гель для душа Понравится Опять же У меня сразу Воспоминания О поездке в Турцию О масках Для лица оливы О туалетном мыле С запахом оливы Все же Вот это Вот это Запах для меня Воспоминания О той поездке О том отдыхе В Турции Поэтому Судите сами Кому нравится Кому не нравится Запах оливы И так же Закончилось Детское мыло Жидкое Мое солнышко С маслом авокадо Могу сказать Что я Это мыло Использую Не только Для Гигиенических Процедур Серафима Но так же Иногда Использую Как и интимное Мыло Для себя Поэтому Судите сами Оно не вызывает Никаких раздражений Кожа не сушит На заднем плане Вы слышите Грюкающие банки Потому что Мой компаньон Проснулся И Остаток Видео Мы будем Снимать Уже Видимо На пару Ну и О некоторых Средствах Расскажу Уже Сама В кадре Хотя Не очень Хотелось Показываться Не пойму Сегодня Какое-то У меня Опухшее Лицо Что происходит То ли От духоты В комнатах То ли Не знаю От большого Количества Выпитого Хотя Я не замечала Что знаете Когда я Потребляю Большое Количество Жидкости Я бы Опухала Но вот Тем не менее Ну Для тех Кто Кто Будет Раздражаться Моего Опухшего Лица Можете Просто Убрать Картинку И слушать Звучание А Остальные Я думаю Что не Обратят Внимание Итак О некоторых Средствах Расскажу Уже Сама Закончился Бальзам Ополаскиватель Пантим Прави Для тех Кто хочет Легкости Волос Такой Невесомости То Посоветую Использовать Вот на данный Момент Я на него Подсела Куда без Влажных Салфеток На этот раз Это вот Такой Ассортимент Я была В магазине Магнит Косметик И это был Первый Единственный раз Моего посещения Этого магазина Поэтому Я взяла Вот такие Детские Салфетки Это большая Упаковка И маленькая Одна серия 15,72 Штуки Это Детские Влажные Салфетки С экстрактом Алоэ вера Знаете Неплохие Правда Маленькие Салфетки Мне кажется Немножечко Какой-то Материал Другой Не совсем Прочный А вот Вот такие Вот большие Салфетки Очень даже Неплохие Поэтому Могу посоветовать Кто будет Посещать Этот магазин Как всегда Ханни Кит Знаете Если из видео В видео Я наверное Показываю Вот эти салфетки Я уже Сама себе Начинаю Так внушать Хотя Я в этом Уверена А салфетки Неплохие А салфетки Неплохие И напоследок Расскажу О декоративной Косметике Которая Закончилась Гель для бровей Как всегда Мой Неизменный Я очень Его люблю Это от Это от Марки Эссенс Я беру Прозрачный Хотя Вот здесь Вам покажется Что он Бежевого цвета Просто Когда я Закрашиваю Брови Карандашом А потом Наношу Гель Кисточка Вот так Вот окрашивает На самом деле Он прозрачный Он не склеивает Брови Но Вполне Хорошо Их фиксирует Поэтому Я им Остаюсь Довольна На протяжении Уже Много Времени И вам советую У кого Такие же брови Например Как у меня Густые Или Если вы Их отращиваете И вам нужно Волоски Уложить Аккуратненько Чтобы они Чтобы они Где-то Там В разлет Не гуляли И Закончились Две Туши Для ресниц Во-первых Это Арт-визаж Вот в таком Красном Флаконе Это Панорамная Тушь Для ресниц Три в одном Знаете Мне как-то Не ахти Понравилось Может быть Я привереда Хотя себя Таковой В тушах Для ресниц Не считаю Здесь Силиконовая Кисточка Один краешек Кисточки Коротенький Другой Подлиннее То есть Сначала Ресницы Прокрашивать Потом Удлинять Но Не знаю Как-то Как-то Не впечатлила Она Меня И Тушь Для ресниц Которой Я остаюсь Довольной Но она Уже Засохла И почти Закончилась Это Лореаль Телескопик Я беру Вот такой Вот вариант Для тех Кто хочет На своих Ресницах Эффект Окрашивания И разделения И Не надо Знаете Никакого Там Эффекта Бабочки И прочего То эта тушь Вам Вполне Подойдет Потому что У меня Ресницы Свои Как таковые Густые Длинные И мне Хочется Их Просто Привести В порядок Привести В аккуратный Вид И Более Насытить Что ли Взгляд Поэтому Я остаюсь Ей Довольной Мне Она Вполне Нравится Если У вас Решнички Короткие И Вам Хочется Более Густоты Какой-то То Она Вам Точно Не Подойдет Потому что Посмотрите Здесь Даже Вот такая Малюсенькая Кисточка То есть Разделение Окрашение Ничего Более Я Не Замечаю За Этой Тушью Но Тем Она Мне И Нравится На этом Я Закончу Потому что Меня Уже Толкают Камера Начинает Разряжаться Все В одном Опять же Вот Дезодоранты Дают Показывать Так что Прощаюсь С вами До новых Встреч На моем Канале До новых Встреч В пустых Баночках Следующего Месяца Вам Пожелаю Хорошей Погоды Крепкого Здоровья И пусть Ваша Жизнь Будет Легкой Как Перышко Пока Пока